Американская предвыборная кампания выплеснулась за пределы страны. Вице-президент США Джо Байден, приехавший с визитом в Мексику, не смог обойти молчанием высказывания некоторых участников гонки, возмутившие мексиканцев. Байден не назвал имен, но и так было ясно, что речь шла о республиканце Дональде Трампе. Я чувствую себя просто обязанным извиниться за то, что говорят некоторые мои коллеги политики. Речь идет о Мексике, о мексиканском народе. Предвыборная кампания у нас сейчас в разгаре. Я просто хочу, чтобы вы знали, господин президент, сказал Байден, обращаясь к президенту Энрике Пенья-Ньета, что горячая риторика, которую вы слышали от некоторых претендентов на право баллотироваться в президенты, не выражает мнение всего американского народа. Дональд Трамп, известный своими скандальными высказываниями, не раз обращался к мексиканской теме, играя на недовольствие некоторых американцев ростом нелегальной миграции и наркоторговли. Трамп говорит, что Мексика наводняет США преступниками и обещает решить этот вопрос путем строительства гигантской стены на границе. Мексика нас просто убивает с этой границей, рассуждает миллиардер. Убивает нашу торговлю. Мексика нас убивает однозначно. Но мы построим стену, не переживайте. Это в наших планах. Мы построим эту стену. И, кстати, знаете, кто это оплатит? Сама же Мексика. Мексиканский президент раскритиковал идею Трампа, отметив, что строить стены означает изолировать себя. А экс-президент Мексики Висенте Фокс, говоря об этом, прибег к непечатной лексике. Трамп потребовал от него извинений. Субтитры создавал DimaTorzok